Поэт, его звали Робин Дранат Тагор. И он, когда из жизни уходил, он своей жене прочитал стихи, как на путстве, что он уйдёт из жизни. И он обязательно вернётся в сердце к ней через память. То есть он ей рассказывал, что мы все рождаемся, уходим из жизни. Мы идём от одного берега к другому в жизни. Но моя любовь — это вечный закон, который даст возможность нам встретиться вновь. Потому что мы правили, мы прошли этот путь. У нас чистые отношения, светлые отношения. Бог не разлучает людей, если нет необходимости. Мы сами разлучаемся, потому что мы не сдаём экзамены. Мы всё время что-то хотим друг от друга, всё время ревнуем, эксплуатируем друг друга. Если мы любовь использовали, то Бог нас не встретит, вместе мы не встретимся потом. А вот если мы прошли эти этапы, только через веру в Бога можно пройти эти этапы очищения своей любви. И ты, если чисто относишься к человеку, чистая светлая память о нём остаётся, и ты хочешь ему служить, помогать, но ничего не желаешь от него. Тогда в этом случае продолжение будет истории. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 И энергия эта идёт от Бога. Как на самом деле происходит? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне распространение знаний по всему миру. Берёшь у Бога энергию и отдаёшь человеку. Берёшь энергию и отдаёшь. Называется бескорестная любовь. По-другому не получится, потому что если ты отдаёшь энергию, тебе нужно назад её. Это называется взаимность. Но между людьми нет взаимности, потому что мы эгоисты. Мы не развитые люди, мы все здесь. Развитые все там, наверху живут. А мы здесь все эгоисты. То есть мы берём и не оцениваем. Вот, допустим, муж, жена с любовью готовит, муж поел. Отдаст он назад благодарностью то, что вы в него вложили или нет? Отдаст? Нет. Он вот так вот. Он взят вот. Всё, что она даст. А если там есть? Да? Ну и всё равно не столько энергии, сколько вложили. А? Спасибо, наелся. Спасибо, наелся. Я пошёл, короче. Приходи, если что. Я стараюсь, когда жена меня накормила, я очень благодарю. Но очень трудно отдавать всё, что человек вложил. Мы не можем, мы такие слабые, мы только берём и наглеим от любви. Вот если сильно любить человека, он берёт её, хавает и наглеет, хавает и наглеет, потом сваливает в другой город, и всё. Вот это всё, что мы делаем, понимаете? Вот у нас такая программа заложена в нас. Поэтому настоящая любовь означает брать у Бога. Вот если берёшь у Бога, тогда можно по-настоящему любить. Брать у Бога и бескорыстно отдавать. Улетаешь, лети, пожалуйста. Позже отпразднуем встречу. Вот. Настоящая любовь, когда человек может по-настоящему любить, если он не зависит от человека, а зависимость возникает от того, что мы любовь-веру вкладываем не в Бога. Любовь-вера — это та любовь, которую никогда не потеряешь. Невозможно потерять. Но если человек теряет любовь и думает об этом, не может от этого отвлечься, значит, у него любовь-вера в человек. Потому что, когда ты веришь в Бога, ты теряешь кого-то, ты сохраняешь себя и дальше идёшь по жизни. Мы здесь временно все встречаемся, разлучаемся. Мы не будем вечно друг с другом, понимаете? Может, там, ладно, он в Екатеринбург уехал, а если он уедет на другую планету, означает смерть тела, что тогда ты будешь делать? Поэтому нужно учиться отпускать честно, благородно, отдавать дальше жить, не держать возле себя. Вчера одна женщина плакала, подошла ко мне. У нее вот бывают, знаете, ангелы, дети такие рождаются. Они рождаются ненадолго для того, чтобы подарить вот ангелскую чистоту человеку, подарить любовь, счастье и потом улететь. Понимаете? И она, вот такие ангельские дети, они уходят из жизни там в молодом возрасте все. Это уже классика жанра. Они все идут в рай. И там дальше радуются. Но мы не можем отпустить, мы плачем, страдаем от того, что такой человек меня покинул. А надо радоваться, потому что ему хорошо там. Но мы не чувствуем, что ему хорошо. Мы не чувствуем, что ему хорошо. Мы только себя чувствуем, понимаете? И постоянно плачем, нам хочется назад человека. Это любовь или не любовь? Любовь — это когда ты человеку даешь возможность быть счастливым. Вот это любовь. Конечно, нам хочется, чтобы рядом был человек. Но надо все равно отпускать. Если уезжаешь, уезжай. Я вспоминаю тебя, не пытну. И при встрече даже не обликну. Если уезжаешь, уезжай. Прощай. Прощаясь, если улетаешь, улетай, я забуду, кого и небо, я скажу, какие-то ты не был, если улетаешь, улетай. Прощаясь, 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 прощаясь. Когда мама от жены ушла из жизни, она была абсолютно здоровым человеком, мне все было классно. Ну, как, 78 лет уже человеку там, сердечный приступ возник, и она ушла буквально через два дня, неожиданно для кого. Перед тем, как она уходила, там неинтересные вещи происходили, например, она никогда мне такого не писала. Она мне написала, Олег, ты у меня самый-самый-самый лучший зять на свете, спасибо тебе за все. Таких больше нет, прощалась со мной. И когда я последний раз поехал в поездку, она вышла меня провожать, никогда не выходила. Она живет рядом с нами. Она специально ходила возле дома, ждала. Ходила, ходила, когда я выйду, вот так волновалась, ходила, ждала. И когда я поехал, она меня обняла, прощалась со мной, хотя она не знала, что она уйдет из жизни. И в этот день, когда ее забрали на скорую, моя жена к ней пришла, легла ей на колени, говорит, мамочка, ты у меня самая любимая, тебя так люблю. Вот мама сказала, я тебя тоже очень люблю, доченька. Потом она маме сказала, мама, а ты задумываешь о смерти вообще? Она говорит, а чего не задумываться? Говорит, но если я уйду из жизни, меня не закапывайте в землю сырую, лучше сожгите и пепел разбросайте в святом месте. То есть она дала завещание, что делать с телом. Это Господь так заботится о людях, Он дал ей вот это вот, а не такой разговор, Он им дал. И потом дальше дочка уже не увидела маму после этого. Она увидела только тело, которое лежало в гробу уже без жизни. Вот. Но так как и дочка, и я, мы прошли это обучение, что такое любовь, мы прошли это обучение, то после этого мы начали искренне молиться. Вот моя супруга ставила фотографию своей мамы и просто думала о Боге, молилась и целовала мысленно. Мамочка, я тебя так люблю. И вот так вот она молилась и молится до сих пор. Любовь не означает слезы. Любовь означает чистая светлая память. И если человек эту чистую память не может в своем сердце культивировать, это значит, что он не достоин любви, он слабак. Иногда я срывался. У меня мама занималась теплицей. Она выращивала нам зелень. И когда я в теплицу зашел, она много зелени вырастила там, у нас зимняя теплица. Когда я зашел в эту теплицу, то я увидел зелень эту и просто упал там, сорвался. Но потом посмотрел на маму, она тоже ей плохо стала от того, что мне плохо. Я думаю, нет, 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 так не пойдет. Я начал проявлять храбрость, то есть я начал думать о Боге, вспоминать Его и отдавать ей эту память. Храбрый человек так себя ведет, а слабый человек скулит, стонет, ноет. И мама пошла вверх. Сразу, когда я понял, что она ушла из жизни, узнал об этом. Я увидел, что ее уже все как бы ждут. То есть она уже готовилась идти вверх. И потом ее посадили на такую специальную колесницу и повезли. Ну, психическое тело. Она же в психическом теле своем. И когда она земной уровень пересекла, и это есть невидимое Солнце такое, которое питает все звезды светом. Это невидимая энергия, но вот на психическом уровне есть такое Солнце. Оно по размерам, вот Солнце наш вот такой шарик, а это невидимое Солнце, оно вот такое вот. Отсюда даже так видно на тонком плане. А Луна невидимая, которая все Луны питает своим светом, еще больше по размерам. Как в фильмах иногда Луну такую рисуют, это вот и есть вот эта райская планета. Люди, которые, ну, не хотели заниматься духовной практикой, если они добрые дела делали, они идут по лунному пути в рай, в сторону вот этой невидимой планеты, не нашего спутника Земли, а вот этой невидимой планеты. И они попадают в рай, где все просто наслаждаются жизнью. А те, которые хотят продолжать духовную жизнь, они идут в рай по солнечному пути. И она пошла в рай по солнечному пути, чтобы дальше заниматься. Мне сейчас куда, где на планете она родится, там все молятся Богу, все по голову. Вот. И она пошла по солнечному пути, когда она земной уровень пересекла, у ней над головой такой... Нарисовался желтый такой контур. Это как вот на иконах рисуют, я увидел, ничего себе. Касса — это вот эти ангелы, которые приходят людям помогать, они все по солнечному пути идут. Что это там за фигня, наверное, на экранах? Зачем это все включать вообще, какой-то бред. У нас же лекция идет. Вот. И у нее вот такой желтый такой возник. И потом она прилетела через восемь дней на эту планету. Через ее глазами я начал туда смотреть. Там намного ярче, чем здесь краски. Вот если раз в десять яркость увеличить здесь, что происходит? Там такие краски. Красиво все очень, красочно. Ярко все очень. То есть сегодня не умирает на самом деле. Мы вечное отношение имеем. То же самое вот, допустим, молодой человек ушел. Если у тебя правильная любовь в сердце, ну, подари ему счастье. Ну, ему так будет лучше. Он же знает, как ему лучше. Зачем его себе хотеть? Это не любовь. Это называется зависимость. А любовь у человека всегда возникает, если он обретает самостоятельность внутреннюю. Душа по своей природе, она не может жить сама по себе без помощи. Вот есть и Бог. Он наполнен энергией. И он всегда самодостаточный. А мы всегда наполняемся. Нам надо наполняться энергией природы, чтобы содержать психическое тело. И душа точно так же, она или от людей, от душ вокруг окружающих берет энергию. Это называется вера в человека. Именно вера наполняет человека. Или берет от Бога. Но Бог – это как солнце. А от людей, когда ты берешь, ты питаешься маленьким источником. И поэтому любовь к Богу и любовь к людям вообще по природе разная. Вот, допустим, ты когда Бога любишь, то у тебя внутри легкость, чистота, светлое чувство такое, радость и спокойствие. А когда любишь человека, так как любви не хватает, там напряжение создается. И поэтому к человеку любовь всегда горячая такая, она больная. Ты когда человека любишь, ты болеешь этим человеком. Тебе плохо, горит сердце. Когда Бога любишь, оно остывает, легкость такая, чистота, радость, счастье и вечность внутри. А когда человека любишь, то начинаешь поджигаться. И нам всем хочется горячее, нам всем хочется вот этого, ну, поджаренного нам всем хочется, понимаете, в этом мире. Мы ждем горячей вот этой любви от людей, мы ждем вот этого горячего. А любовь к Богу мы не чувствуем как что-то хорошее, потому что сердце успокаивается, хорошо становится. Хочется жареного, хочется там, чтобы такой веселее жизнь была. Вот так. Вот так. Вот. Но пока человек так думает, что это и есть настоящая любовь, он будет страдать в этом мире. Но как только он настоящую любовь почувствовал, чистую, светлую, она тоже потом привязывается к Богу, ты привязываешься, думаешь о нем постоянно. Но это другие чувства, они более чистые, светлые, возвышенные. Тогда ты можешь уже питать этой энергией других людей, потому что иначе мы как любим, мы не питаем кого-то энергией, а мы требуем к себе внимания, любви. И вот эта требовательность, она разрушает отношения. Чем сильнее человек любит, тем больше с ним невозможно находиться рядом. Вот поднимите руку, у кого такая ситуация была в жизни, что вас сильно полюбили и вы не выдержали, просто невозможно было. Находиться рядом. Видите, сколько людей. И пришлось разорвать отношения, потому что это невозможно. Человек просто тебя выматывает, то есть возникает жуткая ревность, на того не смотри, истерики, эмоции. И все постоянно, вот так. Человек не дает тебе жить, он контролирует тебя постоянно, ходит, смотрит, что ты делаешь. Он постоянно думает о тебе, он такой все постоянно вот. Я хочу быть с тобой. Я так хочу быть с тобой. И вот так постоянно. Ну с ума же сойдешь. Невозможно. Вот. И невозможно. То есть убегает человек. Но если ты наполненный Богом, ты любовь, та же самая любовь же есть, Бог соединил людей. Ты тогда эту любовь не требуешь, а отдаешь. Ты начинаешь что-то делать, желать для человека, что-то помогать ему. И тогда все нормально будет. Тогда все налаживается. Понимаете, когда ты хорошая что-то делаешь для человека, он что, будет от тебя убегать? Ты ему только блага, добра желаешь. Счастья ему хочешь, всегда заботишься о нем. Никто убегать не будет. Убегает, когда ты все соки выпил, как бы выматываешь человека своей любовью. Требуешь от него от любви. У детей маленьких какая любовь? Отдача или принятие? Принятие. Они маленькие, они требуют, требуют. Ну почему мать не бросает его? Ребенка. Почему ей тяжело с ним? Она устает, потому что он ее выматывает, но она остается рядом. Почему? А? Как? Как? Потому что Бог, потому что Бог дает тебе свою энергию взамен. Вот ребенок жаждет наслаждаться, а Бог от ребенка, через ребенка наполняет мать силой. И получается обмен. То есть ребенок требует у тебя, забирает, а Бог тебе дает. Идет обмен такой. Бог несчерпаемый источник любви, поэтому так он защищает маленьких детей. А? С отцом также обмен? Нет. С отцом такой же обмен, если он любит жену. Вот он жену любит, через нее он будет получать эту любовь детей. Если перестал любить, все, заканчивается обмен сразу. Только через мать идет такой обмен. Поэтому мать это святое. Все знают, что мать это святое. Нельзя убивать женщину беременную, женщину с детьми. Когда вот люди убивают, то есть они божественную любовь убивают. Ну, женщина с детьми кому плохо сделает? Она же ничего плохого не делает. Она просто с ребеночком. Все. Ее не надо трогать. Там война, допустим, идет. Ну, там сражайтесь. Пытайтесь там воевать, защищать свою родину. Но если ты видишь женщину с ребенком, не надо ее убивать. Зачем ты ее убиваешь? Если человек это делает, то он идет в ад потом. Потому что это грех. Следующая тема кризиса или конфликта – это тема веры. И это самая главная тема. Потому что все люди на земле, которые неправильную веру сформировали, а неправильная вера сформируется из-за чего? Из-за того, что жизнь так действует. Ребеночек родился – в ребеночка верим. Влюбился в кого-то – верим в женщину или в мужчину. Некоторые умудряются верить в квартиру или в дом или в машину. Хочу в дом – умирает человек. Или верить в Америку – хочу в Америку. Или еще куда-нибудь. Хорошо там, где нас нет всегда. И когда человек верит во что-то не в Бога, а во что-то другое, то это приведет обязательно к стрессу. Кризис уже возникает от того, что ты спонтанно принял веру. Ребеночек родился – начала в ребеночка верить. Через этого ребеночка к тебе и придут кризисы в жизни. Ты в него веришь – он начинает наглеть, становится эгоистом. Начинает вести себя плохо потом. И начинает рушиться твоя жизнь. Потому что тот ребеночек, который ты верила, что у тебя будет хороший ребеночек, а он тебе приносит подарочки. И ты очень сильно переживаешь. Начинается кризис. А почему подарочки через него пошли? Потому что верить надо в Бога, а ребенка надо воспитывать. Потому что он неразумный. Вот твоя вера его не воспитает, она его балует. Он что хочет, то и делает. Потому что ты не можешь с ним справиться. Если ты в кого-то веришь, ты становишься рабом этого человека. Служишь ему, слугой этой любви. И все. Он наглеет. В мужа веришь – муж обнаглеет. Ребенка – ребенок обнаглеет. И дальше идет стресс. Или конфликт интересов. Откуда конфликт берется? От веры. Неправильной веры. Поэтому самые сильные страдания, которые человек испытывает в этой жизни, они все связаны только с его верой. И есть несколько типов таких страданий. Первый тип – это та сцена, которую вы видели. Это классика жанра. Это в основном у всех людей. Вот это вот любовь. Разрушенное сердце. Вот. И человек очень сильно страдает. Второй вариант – это события, которые нас догоняют с прошлого. То есть мы совершили какие-то злые поступки в прошлой жизни. Все нарушения заповедей, вот там, измены, кража, насилие, отравление человека, лишение его имущества, дальше клевета, убийство, насилие. Все это, Моисей, то, что принес, заповеди. Они все рождают жестокую судьбу. Почему? Он говорит, вот этого не делайте, ребята, как бы. С ней в башка попадет, больно будет. Не надо. Вот. Нет, они лезут люди все равно туда, в эту зону. Ну, желание заставляет. Ничего страшного, обойдется. Никто не узнает. Как по телевизору уже Бог все смотрит. Он все знает. Он здесь вот находится прямо в сердце. Он может и другим показать тоже, он ничего не скрывает. Если ты умеешь смотреть, он тебе покажет, что человек делает. Один мужчина подходит ко мне и говорит, я вот жену себе вернул. Она меня бросила, с другого ушла, я молился, все, как вы говорите. Прошел три стадии победы над судьбой. Жена вернулась. Такая жена рядом тоже стоит, на лекцию пришла. Такая голову опустила. Она осознает свою вину. Она такая голову опустила. Он говорит, но я просить не могу. Я говорю, сейчас помогу легко. Он говорит, давайте Олег Геннадьевич, а то я уже мучаюсь, я не могу. Я говорю, жену уведите только в сторону. Она ушла. Я говорю, знаете, когда есть два варианта, как изменяют. Один вариант, говорю, когда человек знает, что изменяют, и он очень сильно страдает, злится. А бывает то, что человек изменяет, и никто не знает об этом. Тогда никто не страдает. Он смотрит на меня и говорит, все простил, Олег Геннадьевич. Все как-то простил. Все оказывается просто. Надо вспомнить свою жизнь и как бы себя сравнить с тем, что ты как бы... Мы же в чужом глазу бревно, к соринку замечаем, в своем бревно не видим. Все забыли уже. Оказывается, у тебя тоже такой же грешок есть, и просто ты забыл. Поэтому не можешь простить. А тут раз, и простил сразу. Поэтому есть жестокая судьба. Это еще одна причина кризиса или конфликта в жизни. Одна причина — это неправильная вера. Неправильная вера есть у тебя внутри, значит придешь к кризису. Веришь в деньги. Есть три вида неправильной веры. Первый вид — это человек верит в себя. Это рождает невежественную жизнь. Когда человек верит в себя, ему на всех пофиг. Ему надо быть счастливым, и он кого хочешь, мать родную, продаст. Люди, которые верят в себя, они обычно заканчивают вредными привычками, гулежем. Живем один раз. Пей, гуляй, веселись. Вера в себя означает наглое состояние. Он может быть очень образованным, развитым. Если человек верит в себя, это его вера, это самая глубокая часть жизни. Человек может быть академиком, может делать добрые дела, но при этом совести нет. Что хочет, то и делает в жизни. Может бросить виска человека. Вообще даже не пошевелится. Он говорит, как хочу, так и живу. Это моя жизнь. Я как бы ей живу. Это моя корова, и мы ее доим. Моя жизнь, я как хочу, так и живу. У меня один раз я живу, все, я пошел, просто полюбил, все, прощаю. До свидания. Вера в себя. Человек идет в ад обычный. Есть вера в успех или в удачу. Это второй вид веры. Это люди, которые верят в удачу. Они смотрят фильмы про успешных людей, как все бывает там. В этих фильмах обычно, даже если в упор стреляют, как бы ничего не попадает. Я даже видел одну юмористскую. Там тоже фильм такой юмористический. Он копирует как бы остальные все фильмы. И там две бандитские группировки встали вот на таком расстоянии друг от друга и начали друг друга стрелять. Там ругают друг друга. Стрелять ни одна пуля не попала. Стреляют, стреляют, ничего не попадает. Это вот из этих фильмов все. Там ничего не попадает никуда. Потому что там удача же. Они все удачей, удачей живут. И все. Там ничего умереть невозможно просто. Всегда тебя спасают. Все нормально. Это вера в удачу. Людям надо эти фильмы смотреть, чтобы как-то подпитывать свое желание. Вера в удачу рождает сильное желание успеха. Человек должен упахиваться. Он должен сильно-сильно стремиться к успеху. И у человека, который верит в удачу или в успех в жизни, у него он проходит, ну фактически он верит в земной рай. Думает, что здесь счастье ему на этой земле предстоит. Вот. Поэтому он видит, сженился, он видит, нет полной любви. Значит, нужно следующий человек. Нужно двигаться дальше. Потому что земного рая же нет, а ты ждал, тебе нужен был рай. Это большинство людей, 90% людей верит в земной рай. Или в то, что здесь будет счастье, на этой земле. И поэтому они к нему стремятся, веря, что счастье означает именно материальный успех, успех в любви земной, успех в отношениях с детьми. То есть человек чувствует счастье настоящее. Если дети, любовь к женщине или к мужчине, средства, богатства, все это он считает настоящим счастьем. Но на самом деле веды говорят, что это все нужно для комфортной жизни. Вот у человека есть неопотребность жить здесь на земле. Вот дышать надо, воздуха не будет, будет комфортной жизнь. Нет. Вы же знаете, там если кислород не поступает, что с человеком происходит, сразу плохо становится. Воды нет, будет комфортной жизнь. Мы даже об этом не думаем. У нас воздух, вода постоянно есть. Хорошо, света не будет, солнце там куда-нибудь слетит. Будет комфортной жизнь? Нет. Видите, мы зависимы очень сильно. И вот эта зависимость заставляет нас искать счастье в этом мире. Мы постоянно трудимся, постоянно ищем себе чего-то хорошего и ждем, когда же это произойдет. Мы ждем удачи. Это вера в удачу. Иногда человек попадает в ситуацию, в которой все сбывается. Например, человек верит в синюю птицу. Синий цвет, значит, цвет удачи. И он влюбился, и он как бы садится в поезд, который везет его к близкому человеку. И он садится ночью в такое голубое небо, очень чистое, красивое. И там звезда такая голубая сияет. И поезд голубого цвета, короче. И он такой, вау. И он смотрит на небо иний такой, голубой тоже, синий такой иний. И он думает, блин, вообще капец. И он думает, все, мне повезло, у меня удача. Но удача только у того, кто верит Богу на самом деле. Синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-синий-с Любовь случится ночью голубой, Не застине кейсы, Езут за тобою в путь-путь, За тобою в панце синий птицей. Ещё я лишь её мечту даю, Лишь она одна мне нужна, Ты видишь моё всё, Ты знаешь, где она, Она, где она? И так люди верят, Они проходят пять стадий в своей жизни, все эти люди. Первая стадия, стадия веры, Оптимизма, энтузиазма. Вторая стадия, сильное напряжение. Потому что люди, чтобы удача, они должны много работать, учиться, они верят, что им повезёт, у них будет много денег. Третья стадия — усталость. Четвёртая стадия — надлом, это уже ваши клиенты. И пятая стадия — это или деградация, или человек меняет свою жизнь. Всё, больше никаких вариантов. Ну и как бы, можно даже примерно через стадии, если не все стадии проходить, то первая стадия, сейчас мы первую стадию и третью послушаем песни. Тоже песни же есть. Первая стадия. Всё классно, всё получается, всё нормально, ищем удачу. Ах, в судьбе не раз шепнём «Мерси Богу!» Опять скрипит потётое седло, И ветер холодит былую раду. Куда суток чёрту занесло, Не нужно вам покой ни по карману, Пора-пора-пора, Дуемся на своём бегу. Третья стадия — те же самые мушкетёры 20 лет спустя. Третья стадия — неизбежна. Третья стадия — неизбежна. Посоди vary leider — неизбежна. Третья стадия — неизбежна. Рекламы наши дети. Третья стадия — неизбежна. А наши мельцы. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. И они его преодолевают. Субтитры подогнали Симон. 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 начинает меняться через них из-за этого взаимодействия, пока человек один он не сможет победить судьбу также объявления по поводу мероприятий наших, я как я уже говорил в Сочи с 1 по 8 мая будет фестиваль, там можно сильно зарядиться, фестиваль туда приедет Бабаянс тоже, который будет по детям рассказывать эти все детские дела обучение детей там мои лекции будут, Олег Сунцов потом Герасьянов они там будут практики проводить Девьяроса ансамбль, то что вы сейчас слышали, два вечера будут песни, концерты концерты и потом еще, если вы хотите больше отпуска, то я после этого еще 3 дня буду в Сочи, специально останусь лекцией читать, можно там купаться и ходить на повечеранном и лекции там будут 2 ретрита, пробежка совместное купание если хотите экзотики, то тогда на Иссыкуле с 31 июня и 31 мая по 9 июня будет фестиваль в горах прямо Иссыкуле, это очень красиво озеро, там минеральная вода пьешь, там будут радоновые ванны такие, целый бассейн горячей воды вот там буду я тоже а? этого анонса нету на вашем сайте? а потому что еще не начали анонс потому что это, мы только готовим этот фестиваль, вот сейчас только нашли пансионат договариваемся, цена будет невысокая а? его выложат? да, да я вас искала в Москве, вы в Москве не бываете? бывают, раз в месяц постоянно почему-то тоже в анонсах возьмите? ну есть на сайте, можно смотреть на моем сайт разнов.ру, раздел ну как бы объявления, лекции меня скрывают скрывают постоянно скрывают все секреты вот ну фестиваль вот этот на Иссыкуле, там по заграннику русскому приезжайте, без визы просто приехали, это Киргизстан и все и в Бишкек приехали, потом 4 часа на автобусе и вы в горах там в июне как раз будет вода такая уже теплая достаточно очень хорошая погода благодать божья, короче вот так вот можно там побыть и покупаться вместе будем практики заздоровительные там каждый день будем сначала вода потом горячие источники потом опять вода то есть будем очищаться каждый день пробежки там будут и статические упражнения и ретриты тоже все будет тоже если как бы хотите ну в Дубай съездить и со мной побыть тоже возможно вот это в конце ноября будет у нас небольшой фестивальчик для тех кто я в Дубае богатое не скрываю тогда там тоже будет фестиваль у меня будет еще фестиваль уже для тех у кого шенген не знаю если у вас есть возможность то в Испании будет тоже в апреле там с 18 до 22 в Барселоне на берегу моря там дом специальный будем снимать тоже будет там пробежки все в общем график плотный куда хотите приезжайте к вам надеюсь через год как обычно приехать вот рекламная пауза закончилась продолжаем беседу да у нас есть возможность вот эти методики мои есть методичка читайте и все делайте по методичке там все написано все подробно как и что делать всем одно и то же вот если у вас какие-то проблемы со здоровьем есть консультация моих помощников они вам расскажут как вам конкретно это все делать на сайте у нас есть консультация по ЗОЖ вот там ищите мои помощники консультируют есть более дорогая консультация если сильно хотите заморачиваться то я могу протестировать вам все блоки какие у вас есть где вот по всем слоям вас карта будет в это вот ваших перегрузок блоков этих потом мои помощники по ним вам уже раскладку дадут как вам очищаться такая услуга и они месяц еще в любом случае вас сопровождают тоже такая опция тоже есть так что работайте над собой примерно через год полтора у нас появится обучающий курс по ну работе над собой по очищению организма там все очень подробно и серьезно можно выучиться прямо и быть специалистом даже стать можно даже этим заниматься потом вот все это в будущем а сегодня мы продолжаем изучать конфликты и самый главный конфликт в жизни человека это конфликт интересов который возникает между интересами Бога который хочет чтобы мы к нему приблизились за эту жизнь и между интересами нашими которые хотят наслаждаться в этой жизни своим личным счастьем и для того чтобы Бог свои интересы преследует тоже Он хочет чтобы мы были ближе к Нему поэтому есть жестокая судьба у человека в жизни жестокая судьба это период который Богу принадлежит а не нам это его зона в которой он цель ставит чтобы человек поднялся ему все равно сохранится семья или нет в этом случае ему надо просто достичь своей цели и он будет все у нас разваливать пока мы не поверим Богу когда поверим все наладится я вам сейчас откровенничаю немножко пооткровенничаю с вами у меня в жизни была ситуация такая а вот девушка это вы у меня расплакались и ушли а ну-ка идите сюда сейчас я вас буду мандаринкой кормить такая вы замечательная даже не представляете вы ведь правильно настроены абсолютно мои хорошие вот все правильно у вас сердце правильно работает едите ко мне я вам расскажу про свою жизнь у меня была очень тяжелая армия и там я приехал из учебки когда я вообще хотел в Афганистан я попросился на войну там хотел лечить людей солдат так мне сильно я написал рапорт добровольцем вот я в Новочеркасске был в учебной части вот и как раз это в это время война в Афганистане была и мои друзья многие вот Женя который ездит со мной у него отец со мной вместе в одном классе учился и когда Женя мои лекции узнал он папе дал лекции послушать папа говорит так это мой одноклассник и мама тоже начала его слушать потом папа Женя трагически погиб вот а Женя вот со мной ездит помогает мне ну и меня направили все-таки не в Афганистан я спросил своего этого начальника медицинской службы говорю почему он говорит а мне твои глаза понравились и отправил меня в Минск в танковую дивизию там продолжать служение там я служил в хоз в своде санинструктором вот всей вот батальона там танкового и короче вот занимался помощью людям и когда я приехал туда то этот прапорщик который у нас во взводе на армии руководил он со всеми играл в шашки когда человек приезжает он в шашки с ним играл и весь солдат молчали но смотрели очень внимательно что будет когда я с ним в шашки играл я то думал он проверяет меня на сообразительность и я пять раз выиграл его подряд после этого у меня на полтора года началась жесткая веселая жизнь мне гонял как сидоровую козу там полтора года я потом после этой армии я много-много лет до 50 лет мне снился один и тот же сон что меня забирают в армию в Белоруссию опять к этому прапорщику я 50 лет уже говорю то у меня блин уже все я уже военный билет уже сдаю как бы а нет законы поменялись я говорю да это он прапорщик он уже умер нет он долгожитель так это сформировали это воинское участие уже другая страна уже все нет она осталась все блин да блин думаю да что за хрень такая что за сон я во сне уже спорить со сном стал потому что он меня задолбал короче я начал у меня есть способности я начал погружаться в этот сон я начал глубоко глубоко смотреть дальше дальше в этот сон подробности пытался увидеть что же конкретно так заставляет меня его видеть давно уже события прошли все я уже забыл все это я увидел когда я начал погружаться в эту белорусскую казарму я увидел что это вовсе не казарма я увидел то что меня я хотел понять боль моего сердца я увидел нары такие вот в 4 лида увидел колючую проволоку многорядовую увидел что я в женском теле хожу в полосатой одежде все вокруг автоматчики стоят я увидел концлагерь увидел как я в этом концлагере голодаю как я смотрю на людей которые болеют и я ухожу из жизни двумя желаниями первое желание победить судьбу второе помочь людям с этими двумя желаниями я рождаюсь на земле в этой жизни и с детства хочу помогать людям и побеждать судьбу всю жизнь вот этим занимаюсь то есть другими словами мы думаем что в жизни что происходит с нами это все плохо но мы не знаем зачем это все то есть даже когда мы заканчиваем жизнь в концлагере то это становится основой для следующей жизни понимаете и импульс вот этот который там дается если человек правильно уходит из жизни а надо всегда сражаться побеждать стараться я хоть в женском теле был но я ушел очень сильно из жизни я всегда хотел помогать старался побеждал и уявляя жизни бог меня послал заниматься тем чего я хотел но я не это вам рассказываю сейчас не для этого я вам все это рассказываю я когда этот сон увидел я сразу такое откровение сильное первый раз в жизни я получил у меня сразу возник вопрос богу а до этого какая жизнь была вы же тоже не останавливаетесь еще один вопрос даже если анекдот Олег Иванович в гробу лежит как бы Олег Иванович еще один вопрос послушайте меня анекдот такой сочнил он мне показал предыдущую жизнь вкратце так веки основные потом до этого до этого до этого я смотрю блин примерно одно и то же ну имеется виду не то что от жизни одинаковые а просто идея одна и та же ну примерно такая же судьба все примерно похоже потому что мы же не меняемся мы же те же самые у нас косяки не меняются все примерно то же самое мы развиваемся потихоньку но судьба похожая я спрашиваю я же знаю что Господь мне показывает я спрашиваю из сердца говорю а зачем это все тогда если это все примерно одно и то же я получил знаете какой ответ не словами а вот так прямо знанием он мне сердце дал знание очень сильно я и до этого это знание знал но пока он мне это не дал я так глубоко не понял он мне дал знание а для того чтобы ты хотя бы чуть-чуть за эту жизнь ко мне приблизился вот для чего это все нужно мы-то думаем для того чтобы машину купить там квартиру как говорят надо дом построить дерево посадить ребенка вырастить там вот цель жизни тогда это смысл жизни вот в этом оказывается нет оказывается вот когда мы молимся помогаем людям когда мы стараемся понять осмыслить смысл жизни глубоко вот в этом заключает цель человеческой жизни животные живут для счастья чист если хочет наслаждаться свободой тогда тело птицы если хочет живое существо выспаться тело медведя пожалуйста спи полгода спокойно без всяких проблем вот если хочешь всех порвать тело тигра если хочешь доказать свою правду тело собаки она гавкает на всех доказать свою правду никто не спорит все согласны понимаете но в человеческом теле надо возвыситься других целей нет и все что у нас в жизни происходит это просто наше желание жить заставляет нас иметь детей семью работу но цель человеческой жизни если человек не осуществляет тогда конфликт интересов Бога и человека происходит и стресс который вы попадаете непреодолимая сила которая разрушает у вас семью работу все нафиг валится это означает что вы цель своей жизни не выполняете вы чего-то другого здесь хотите и тогда Бог будет настаивать на своем и пока человек не выполнит цель человеческой жизни не приблизится к Богу хотя бы чуть-чуть ничего не изменится все будет палиться рушиться это состояние называется стресс человек живет и просто у него кипит башка и он не понимает что от него хотят вообще почему он так все у него плохо у кого сейчас такое состояние приехали значит у меня тоже было когда я пришел к этому состоянию я уже несколько раз жизни у меня было последний раз два года назад когда я пришел к этому состоянию был уже готов на 200% и я даже без стресса обошелся просто выполнил свое задание веру укрепил усилил и все восстановилось жизнь все наладилось когда человек побеждает судьбу то есть три стадии победы над судьбой это такая важная тема победа над судьбой всегда происходит в результате памяти о Боге память о Боге это внутренний процесс мы не можем вспомнить Бога потому что мы его не знаем какой человек знает Бога который Богу служил всю жизнь Бог ему показался в сердце он сначала показывается в виде чувства потом больше себя проявляет можно даже его воочию увидеть но большинство людей не могут почувствовать Бога человек молится и он чувствует свои мысли во время молитв он думает о своей жизни в это время и эта молитва бесполезна поэтому для того чтобы как-то побеждать судьбу человек должен знать правила которые помогают ему приблизиться к Богу первое правило это молиться надо с тем кто чувствует Бога даже просто люди хор поют если очень пение такое возвышенное то ты почувствуешь Бога через это пение но для этого тебе надо погружаться в слушание эмоций тех кто поет потому что в эмоции находится память о Боге сам Господь живет в эмоции тех кто поет поэтому нужно вот ты слушаешь тех кто молится и прямо сильно соединяйся своим звуком молитвы с их эмоциями настроение перенимай кушай их настроение в свое сердце и тогда память о себе или судьба перестанет активно существовать как только вы своей памятью о молитве и об эмоциях которые молятся будете соединяться вы сможете уйти от своих мыслей когда человек во время молитвы думает он не побеждает потому что судьба находится в памяти о себе и память о себе у нас колоссальную силу чем тяжелее действует судьба тем сильнее память о себе есть три стадии первая стадия человек думает о себе только после работы вторая стадия он на работе даже думает о своей жизни и третья стадия он даже ночью думает о своей жизни не может вообще отвлечься от своей жизни ни на секунду и чем сильнее память о себе тем тяжелее молиться потому что судьба сильно действует на тебя и она пока она действует ты не победишь ее а победа над судьбой означает все в жизни налаживается вот допустим действует злая судьба ты думаешь о молитве помнишь о ней и надо еще две вещи сделать первое принять судьбу означает не то что тебе нормально как бы ты просто говоришь я совсем согласен вот все что происходит это мое это мне надо я совсем согласен это первое что надо сделать и второе это сильно славить бога благодарить его за все вот эти две вещи надо согласиться и благодарить поэтому аллилуйя означает спасибо благодарность когда человек повторяет молитву то есть вход молитвы и выход вот я допустим повторяю аллилуйя лучше всего разделить одно слово аллилуйя я слушаю тех кто молится их эмоции ловлю я в это время я благодарю бога и прославляю аллилуйя означает слава тебе господи благодарность завтра мы об этом поговорим подробнее потому что завтра у нас весь день выделен чисто на обучение как побеждать судьбу это очень практично если вы придете и попробуете это сделать это очень сильная практика если вы один раз ее пройдете потом на всю жизнь запомните у нас же был ретрит тоже здесь ни разу не был у вас будет ну вебинар это не то вживую это да Татьяна у нас такая энтузиастка она на все мои лекции онлайн ходит уже много лет и она даже на улице на остановках людей останавливает ты лекции слушаешь они и верят она так говорит что люди начинают слушать лекции вот кого она из вас привела Татьяна заставила ходить на лекции поднимите есть такие есть они все пришли есть он человек поднимает руку сейчас я вам открою очень знание важное что когда человек имеет какую-то трудность жизни любая трудность преодолевается молитвой но кроме тех которые вы должны преодолеть с помощью аскеза добрых дел ну то есть например ты если имеешь плохое здоровье и не совершаешь аскезы на природе то ты молитвой это не вылечишь потому что у тебя не хватает питания тебе надо питаться от природы иначе ты не вылечишься я вот всегда хватаю природу когда есть возможность но у меня организм тренированный поэтому я вот из лекции иду без шапки минус сильно я иду без шапки и за 7 минут ходьбы прямо хорошо восстанавливаюсь энергия праны минус это очень чистая энергия праны вот очень ледяная холодная вода это чистейшая энергия воды вообще чистейшая самая лучшая но ее надо научиться всасывать люди если человек воду ногу погружает и у него судорогой сводит значит у него организм не готов к такой энергии а если он спокойно можно сидеть 4,5 минуты и очищаться ледяной водой также холод это чистейшая энергия праны или воздуха энергетическое воздухо допустим в Дубае такой энергии нет там только чистое солнце а вот здесь можно хватануть прану и только на минусе можно реально очищать свой организм здоровье и также снег тоже чистейшая прана это не энергия воды снега это не энергия праны это воздушная энергия я когда приехал в Екатеринбург там я в баню зашел там вода 28 градусов думаю блин я хочу ледяную думаю что же делать начал ходить там смотрю там другой выход есть в этой бане и там прихожка такая ну как бы и снег лежит прямо на нас я думаю вау и такой разделся лег на снег 7,5 минут лежал там минус 20 температуры было снегом себя засыпал 7,5 минут и потом баня парится очень зародился хорошо прям супер но вы не сможете это надо научиться мои хорошие нужно время вам чтобы это все освоить это очень классно так жить очень классно когда ты энергетически наполнен так хорошо вообще супер просто летаешь даже в 60 лет летаешь вообще здоровье шикарное просто вообще я делюсь с вами просто как вот классно жить даже ты можешь перелететь через континент и потом в баню и все ты восстанавливаешь я всегда с самолета сразу в баню чемоданами гляну сначала ледяная вода потом парная 5 слоев воды по 5 слоев парной потом один слой воды в конце и просто расслабуха полная вся вибрация самолета уходит ничего не остается поэтому у меня нет осложнений никаких от перелета у меня нет перегрузки потому что я снимаю всю эту энергию водой вода убирает все вибрации из человека она всасывает в себя все освобождает человека от всех проблем так что это знание надо тоже изучать а сейчас я вам расскажу знание как можно молитвой непреодолимую силу выгнать из своей жизни любую допустим у вас по судьбе там какая-то хрень идет там всех женщин бросают или у всех рождаются непонятные дети или мужики умирают там в каком-то возрасте у кого такая хрень идет по роду там по судьбе такого нет у вас да? есть все можно молитвой победить любую вот любые эти проблемы можно есть три стадии молитвы три стадии ты просто что делаешь ты просто делаешь то что завтра расскажу подробнее просто учишься помнить о Боге и славить его принимать судьбу все три вещи всего делаешь ты стараешься не думать не думать вообще о своей жизни заставлять себя думать о Боге славить для этого очень медленное повторение молитвы от сердца должно быть сильный голос тех, кто молится, все это соединять, славить Господа, славить и принимать, говорит, спасибо, Господь, спасибо, что Ты мне подарил такую жизнь, что я испытание Твое прохожу, что я такая верная, красивая, такая настоящая девушка, и спасибо, что Ты меня испытываешь на вот эту вот любовь. Вот. Благодарить Бога и славить Его, славить, славить Его постоянно. Первая стадия происходит внутри человека. Реально в сердце настолько сильно успокаивается, здесь появляется такое спокойствие. Ты прямо вспоминаешь ситуацию, которая у тебя произошла, и у тебя чувствуют, все будет хорошо. Первая стадия победы на Суру 33%. Ты прямо чувствуешь, что все будет хорошо, и кажется, все уже решилось. Но на самом деле это обман. Это только начало. Три раза человек будет чувствовать, что все уже закончилось, все хорошо. В сердце три раза будет чувствовать. Первый раз, поэтому цифра в три, да, три, ведь земель, три, девятое, царство, там, Бог любит Троицу. Это все три стадии победы над судьбой. Первая стадия в сердце происходит. Все будет хорошо. Спокойствие, железное вот здесь. Все отлично. Муж не возвращается и не собирается. Сердце спокойствует. Противоречие такое сильное. Ты уже не печалишься, не переживаешь, у тебя все нормально, но он не возвращается, скотина. Это первая стадия спокойствия в сердце. Удивительная стадия, необычная. Вторая стадия между нами находится. Нить очищается, нить. Но чтобы на вторую стадию выйти, человек должен для этого заставить себя молиться дальше. И он должен продолжать свой путь победы над судьбой. Потому что на второй стадии находится искушение свалить с этого пути. Приведу пример. Один мужчина, его бросила жена, и он такой пришел на лекцию разбитый, но очень разумный человек. И он такой, я ему рассказал, как молиться, он все сосал, как губка такой. Через месяц я приезжаю в Москву, он стоит такой, веселенький сидит. Я говорю, ну что? Он говорит, у меня легкое сердце, свободно, спокойно, так, чисто, хорошо. Я говорю, все, на вторую стадию. Давай, надо ниточку, связь очищать между вами. Ниточку вот эту, связь очищать. Чистая память о человеке должна быть. На второй стадии ты, ну до этого, у тебя вроде спокойно, ты с человеком даже говорить не можешь, так обидно, то, что он так поступил, у тебя в сердце, чувство предательства, ты не можешь с ним поговорить. Если ты вторую стадию проходишь, ты с ним разговариваешь, как будто ничего не произошло, у тебя спокойно, уже не просто в сердце, а в отношениях. Ты можешь легко с ним разговаривать, ты можешь дружить с ним, с этим человеком, который тебя предал. И у тебя ничего там не ёбнет внутри, все чисто, чистая память, все плохое прошло, ты вспоминаешь, чистой память у человека, все, хорошее вспоминаешь, плохое не вспоминаешь. Нет боли от событий. Ну и он на первую стадию, прошел первую стадию, ему хорошо. Я говорю, теперь на вторую? Он говорит, Олег Геннадьевич, а я подумал, а зачем? Столько девушек хороших, красивых, нафиг она мне нужна, вот она предала меня, я хочу найти другую себе. Вот здесь даже на лекции так много девушек хороших. Я ему говорю, слушай, ты при чем тут девушки вообще? Ты же свою судьбу побеждаешь, ты себе сейчас найдешь девушку, с которой вторую стадию будешь отрабатывать. Ты же судьбу-то не победил, у тебя семья развалилась, что от девушки что ли, из-за девушки, она, эта судьба к тебе пришла, тебя испытывать. И он говорит, а как победить-то, вот как победить, я не победил, мне еще две стадии, надо как пройти, как молиться? Я говорю, так вот для этого и дается человеку время возвращать человека, не для того, чтобы его загрести себе по-любому, а для того, чтобы стадии все пройти. Это как тренировочный у тебя полигон такой. Вот и тренируйся. Он говорит, ты чего, сколько еще молиться? Я говорю, ну ты первую за месяц прошел, значит, все будет быстро. Давай, очищай отношения, возвращай жену. А он говорит, а если она вернется? Он испугался так сильно. Я говорю, ну тогда она тебе подарит счастье. Он говорит, я в это не верю. Я говорю, вот это в этом чудо Бога заключается, что даже если ты не веришь, за одного битого, семь небитых дают. Он говорит, ладно, все, я понял, Олег Геннадьевич. Он такой разумный, говорит, буду вторую стадию пропеть. Начал молиться, очищать вот эту связь свою. На второй стадии есть два этапа. Первый этап, тебе легко общаться с человеком, а ему еще нет. Это ты половинку ниточки, свою только половинку прошел, а еще его половинка есть. Потом ему легко становится с тобой общаться уже. И это 66% побед над собой. После второй стадии чувствуется, что все вернется. Мы дружим, все хорошее отношение, все у меня спокойно в сердце. Все, но он не возвращается, потому что еще не три стадии пройдены. И чтобы выйти на третью стадию, надо тоже сдать экзамен. Вот на первой стадии проверка на вшивость, да? Человеку хорошо встал, ну и пошли все нафиг. Мне никто не нужен, мне не так хорошо. Проверка на вшивость. Вторая стадия проходит. Какое испытание человека? Испытание такое, что нужно принять волю Бога. В конце второй стадии нужно сказать, я иду на третью стадию, Господь, твоя воля, да будет воля твоя. Если ты хочешь, чтобы он вернулся, он вернется. Если ты хочешь, ты считаешь, что благо будет, чтобы он не вернулся, пусть не вернется. И я иду на третью стадию. Если ты эту фразу не произнесешь, а скажешь, я хочу по-любому, чтобы вернулся, третья стадия пройдет, но ничего не получится у тебя. Потому что ты экзамен главной жизни не сдал. Ты не в Бога веришь, а в человек. Должен Богу дать право выбора, а не заставлять его делать как ты хочешь. Вот на третью стадию, когда переходишь, должен это право отдать Богу и дальше поехал молиться. И когда ты прошел третью стадию, то у человека, который ты молишься, внутри него происходит изменение. Он осознает, что он глупость совершил, у него совесть включается, он начинает понимать все, у него начинает меняться жизнь. И все ему в жизни показывает, что надо возвращаться. Но у него есть выбор, потому что Бог всем дает этот выбор. И если ты свой экзамен сдал, свою судьбу прошел, и он говорит, я не возвращаюсь, у него такой выбор есть, то Бог ему идет, дает жизнь, в которой он будет страдать, наказывающую жизнь дает ему. Хотя сначала идет замануха, кажется, что наоборот все будет классно. Но потом оказывается, что нет. А тебе сразу дает другого. Он скачет прям сразу на белом коне, ты свой экзамен издал, все, получи, распишись. То есть у Бога нет такого, что ты должен всю жизнь страдать, как говорят, одиночество, обед бездет, венец безбрачия, и так далее. Понимаете, бездетности венец. У Бога такого нет вообще. Экзамены сдал, получи. Вот Бог всегда дает людям все, что им нужно в жизни. Надо ребенка, получи ребенка. Даже если у тебя все органы вырезали, Бог тебе может все равно ребенка дать. Он может суррогатное материнство там, или просто возьмешь на воспитание ребеночка маленького. И он будет твой ребенок. Не чужой, не чужой. Нет, это будет твой ребенок. Есть два типа моего ребенка. Один снаружи появляется, другой изнутри. Это тоже мой. Вы об этом ничего не знаете просто. Но Бог так делает, что это будет твой ребенок. То есть нет такого, что женщина должна без ребенка остаться и без мужа. Нет такого. Сдала экзамены, если ты женщина, будешь замужем. Все. Надо сдавать экзамены. Вот чем. А сдаются экзамены с помощью трех ступеней. Первая ступень напитай своей энергией, стань сильной. Вторая ступень отвяжись от себя. Начни жить для других людей. Начни добрые дела делать. Помогать другим. И третья ступень это молитва. И это самая главная ступень, потому что пока человек к Богу не приблизится, Бог ему не даст счастливой жизни. А когда ты три стадии, три круга победы над судьбой проходишь, тебе само собой, ты же прошел все эти круги. И Бог тебе дает твой подарок, и это и есть вера. Потому что вера в Бога приходит, когда ты видишь результат. Вера — это не чисто такая демагогическая вещь. Верую я, верую там. Вера означает, ты видишь результат. Ты молишься и знаешь, точно ты победишь. Все, у тебя нет сомнений. Понятно? Тогда вера приходит. Один раз три круга пройдешь в жизни, и ты уже никогда больше не будешь сомневаться в Боге. Поднимите руку, кто прошел три круга и получил результат? Вот, настоящие герои. В честь вас песни. Немножко песни, потому что иначе устают люди слушать постоянно. Нужно разряд какой-то. Где бы ты ни был, верь, на всех одно не поверь. Любовь осветилась здесь, и сейчас просыпается сила, верь. Иди нам, Бог, верь, в нас уже много, верь. Моли и папе, что есть такие разницы, не может спокапеть. У нас светомутика, да, просто? Прошлое прошло, и не держи, будущее только миражи, все вокруг танцует, только бой. Да исти, любовь не расплескай, все, что уходит, отпускай, главное останется с тобой. Верь, Верь, где бы ты ни был, верь, на всех одно не поверь. Только светилась здесь, и сейчас просыпается сила, верь. Иди нам, Бог, верь, верь, в нас уже много, верь. Моли и папе, что есть такие разницы, и мужества, как и верь. И будет так, и будет нет, и будет тьма, и будет свет, никто не знает, что нас ждет. И я могу сказать тебе одно, когда земля уходит из-под ног, держись за небо крепче, все пройдет. Так, вера – это самое главное в жизни, это стержень жизни. Вера неправильная, будет стресс, обязательно. Стержень неправильный, Бог не даст туда идти долго. даст попробовать, потом будет все ломать. Потому что Он заботится о нас, у нас вечный Отец, Он ждет нас в своей обители, хочет, чтобы мы пришли и вернулись назад. Поэтому, если ты чувствуешь, что все ломается, дай Ему возможность, не надо бунтовать, не топай ногами. Ломает твою жизнь Бог, прими, это очень больно, это очень тяжело. самое тяжелое принять, когда тебя разлучают с теми, кто тебе очень дорог. Это очень тяжело. Но в этом мире мы все останемся одни в конечном мире. да, Бог иногда может дать второй раз с кем-то встретиться, и даже мы можем в духовную реальность уйти вместе за ручку. Такое тоже возможно. Но это возможно только для сильных людей, которые сдают вместе в жизни свои экзамены. Все остальные будут разлучены в этом мире. Хочешь сдавать экзамены, сдавай. Останешься вместе, пойдешь дальше. Я такое тоже видел. Людей, которые вместе остаются, идут дальше. Но это необычные люди. Они как скала крепкие, с ними ничего не сделаешь. Их даже если разлучишь, у них сердце не дрогнет, и сколько. Потому что они понимают, что верность это не хотеть себе человека. Верность означает давать ему возможность быть счастливым. Где бы он ни был и с кем бы он ни был. Это настоящая верность. Она божественную природу имеет. И это не дешевое чувство возникает, если ты сильно напитан Богом. Вот Джузеппе Маскати такой человек, он отдал свою любимую. Он дал без зазрения совести. Просто отдал. И служил ей. У него его лучший любимый друг забрал у него его любимую. И он им всю жизнь помогал. И жил все время один. Потому что он остался берен этой девушке. Это святой человек. Но он не страдал, не плакал, не хныкал и не лил слезы. Он просто счастливо любил людей всех. Был счастлив за ним. Всех, кого он видел. Это очень высокий уровень развития человека. И он пошел потом в рай. и там продолжает служить. Все то же самое. Ничего не поменялось. И потом выше еще пойдет. И после следующей жизни вот это сейчас будет, потом следующая, потом пойдет к Богу уже. И все, вечная, вечная жизнь потом дальше. Вот так надо жить. Промчался он звездой горящей и погиб охваченный огнем, чтобы наше небо было ясным, но всегда остался в нем. Вот. Три стадии побед над судьбой, три круга вот этих. Так важно это уметь знать, видеть, как это работает. Перед этими тремя кругами есть еще такая штука, которую вообще просто очень трудно людям понять. Это называется «прими свой крест». Вот пока человек его не принимает, даже не начинается победа над судьбой. Ты хоть молись, хоть не молись, ничего не изменится в твоей жизни, потому что сначала ты должен понять, зачем Иисус Христос пошел на Голгофу вот это вот. Нахрен ему надо было. Ему сказали, можешь не ходить. Зачем он взял этот крест свой? Зачем он пошел? Него кидали камнями, плевали люди, а он шел, потому что это и есть то, что каждый человек в своей жизни должен сделать. Он должен сказать, Господь, я со всем согласен. Принимаю твою ношу, свою ношу принимаю, моя судьба, беру свой крест, не такой, как у тебя, поменьше, но я его беру и несу в горочку. Со всем согласен, не спорю. если человек это сделал, дальше трех стадий побед на судьбу, если не сделал, никаких стадий не будет, невозможно, потому что ты должен сначала принять свой крест. Путь на руку, как в небо, крут, но не похож на звезд. И кто выбирает такой маршрут, знает, на что идет. Это любви Христовая путь, истинной белой путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на которой грудь. Путь на долгой, как верность прост, и как судьба непрост. Здесь слезы серьез, и кровь серьез, и каждый вопрос допрос. Это любви Христовая путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на которую грудь. Путь на долгой, Бог осветил, сердце горит на нем. И нет прекрасней в мире пути, чем долговский подъем. это любви Христовая путь, истинной веры путь, где крест не тот, который на грудь, а тот, на которую грудь. принятие основы жизни, Бог дал человека, это твое отражение. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу, можете показать? Я говорю, могу. Она говорит, покажите. Я говорю, закрывайте глаза. Закрыл, я говорю, вспоминать своего мужа. Детей, начальника, назовут, родственников. Вот это и есть ваша судьба. Она говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, имею в виду, что в вашей жизни Бог вам не даст ничего, кроме вашего. Все, что в прошлом делали, получили через них. В этом мире не бывает ни случайностей, ни несправедливостей, ни каких-то непонятных комбинаций. Все, что получаем, наше. Если ты согласен, если ты веришь Бога, вера означает не роптать. Все, что положено, берешь благодарно, потому что то, что положено, как человек, когда его сажают, он раскаивается, ему уменьшают срок сразу. так и здесь тоже в жизни. Если ты совсем согласен, принимаешь свой крест, тогда сразу легче будет жить. Потому что ты совсем согласен, ты богопослушный человек, богопослушный это не тот, который бот башкой об стену бьется и говорит, грешный я, грешный я, грешный я, грешный. Нет, послушный тот и принимает все, что Бог дает. Так мы с вами изучаем природу конфликтов. Мы с вами говорили о том, что конфликт это то, что возникает, значит, у тебя неправильная жизнь. Мы начали с того, что большинство людей не питаются энергией природы, поэтому у них все валится в жизни, потому что нет сил. Второе, это то, что человек должен очень сильно включиться в отношениях с другими, должен понимать, что есть социальная жизнь. Социальная жизнь требует мышцы. Социальные мышцы сотканы из любви к людям. Есть разные виды любви и разные виды счастья. Например, женщина хочет семью. Означает, что она хочет, чтобы о ней заботились. Это значит, что она должна заботиться о других. Если она сидит дома, мечтает, хочет замуж, нифига ничего не выйдет. Замуж означает, иди, всех люби, всех заботься, думай о других, помогай всем, будь социально активной, очень активной социально. Везде участвуй во всем. И тогда тебе Бог даст человека. Именно Бог дает человека. есть две категории. Одни женщины могут сшибать мужиков с ног, а другие не могут. У одних внутренняя красота, которые могут подарить счастливую семью, а других внешние, которые могут подарить вынос мозгов. Мужики только на внешнюю красоту реагируют. Внутреннюю вообще не видят. есть девушки, которые только внутренняя красота, их никто замуж не берет. Они могут прекрасно подарить тебе семью, но никто замуж не берет. Потому что все хотят бразильского телесериала. Все хотят, чтобы было жарко внутри, грелось сердце. Но если у вас такой красоты нет, тогда можете просто просить, чтобы познакомили. Потому что есть парни внутренняя красота, девушки внутренние. Их тоже не видно. Вот у меня та девушка на такой парень не смотрит с внутренней красотой. И надо внешне чтобы красота, что он выносил мозг. Потому что чем красивее парень, тем больше у него амбиции. Чем красивее женщина, тем больше амбиции. Как один мой знакомый показывает, мне вот эта девушка нравится. Я говорю, ты за нее не заплатишь цену. Зачем цену обязательно платить? Потому что у женщины красота это ее амбиции. И она знает сколько она стоит. Она будет требовать от тебя. Он говорит, я не верю. Жизнь покажет, мой дорогой друг. Так девушки или нет? вы знаете сколько вы стоите или нет? Да. Самая молодая девушка стоит. Дешево не продадитесь, да? Или нет? Кто дешево продаст? Ответ тишина. Вот. хорошо. Социальная сила означает, что человек может сделать то, что ему надо в жизни. Каждому человеку нужен успех. Ну, невозможно без успеха жить. Он нужен. Мужчине нужно, чтобы была успешная деятельность, работа. Женщине нужна семья. Мужчине тоже нужна семья, хорошая жена. Все это достигается у каждого по-разному. Мужчине надо стать сильным. Сегодня 23 февраля, день мужской силы. благословение мужчины от женщины. Мужчина должен понимать, что цель его жизни это победа. Он должен... Пора заканчивать? Да? Во сколько? Вот так. Потихоньку, да? Мужчина закончите, пожалуйста. А? Закончите мысль. А у нас до скольки лекций? До полдесятого, да? Или до девяти? У нас до девяти и еще до полдесятого можно находиться здесь и потом там. Поэтому вы завтра продолжите. Вы можете говорить, если все сидят. Если все завтра придут. А если все не будут. Поднимите руку, кто придет. Ой, какие молодцы. Простите, все, я ухожу. Только вам сказали коврики последние удивились и испугались. Можете и без ковриков приходить, но если будут коврики, больше будет вам удовольствия. Правда? Да. Ну, продолжайте. Здесь 15 минут. Постали. Попросы. Начальство ничего не сделало. Вы не знаете, что это за человек. Она создала торт один много лет, 20 лет назад. Торт очень вкусный. С любовью, с молитвами готова, всем разносила, всем начальникам по городу. И потом так сильно этот торт всем понравился. Короче, возникла фирма, которая с молитвами этот торт делала. Вытеснили все торты в городе, в очереди стояли за этими тортами, все ели только этот торт. Поднимите руку, кто помнит это время? это торт фирма. Это Угу. Я маленький эпизод просто из своей жизни вам расскажу. Несколько лет назад я приехал на самолете и надо было мне организовать баню. и там баня такая хорошая, но там еще ремонт был, достраивалось все. И мы не могли найти, как зайти, там было закрыто. вот. И она за угол заходит и говорит я сейчас все сделаю. Вот. Представляете, я думаю она мне открывает короче это с другой стороны. Я тут захожу, а там снег, зима, короче лед и забор высокий. Она через него перелезла. Не открыть дверь. В таком возрасте представляете. Нереальный человек вообще. Я обалдел когда это увидел. Ладно. Итак, социальная сила. Мы изучаем социальную силу. Вот. Все, теперь заканчивайте. Она мне говорилась. Я не то начал говорить. Все. Вот. социальная сила означает отдать свою жизнь другим. Есть разные виды успеха человека. Они все разные силы социальные требуют. Например, мужская красота это всегда победа. Если мужчина не добивается в жизни своего, он не достигает цели, он не будет иметь хорошую жену, хорошую работу, здоровье хорошее. Все у мужчины идет через вот это желание побеждать. Нужно преодолевать трудности, нужно достигать своих целей. Женщина должна жить в гармонии, в любви с людьми. Она должна всех прощать, всех терпеть, любить, заботиться. Тогда она становится счастливой. У каждого своя программа. У мужчины своя, у женщины программа. Своя социальная силы человека. Это большая серьезная тема успешной жизни. Означает, что должен оторваться от своего желания. Вот есть везде, во всех случаях жизни две стороны качели. Одна сторона качели мое желание, которое меня душит, а вторая это что надо сделать, противоположное против этого желания, чтобы достичь этого желания. Вот хочешь богатства, помогай людям. Хочешь власти, забойся и уважай правительство старших. если хочешь славы, делай пользу, приноси пользу людям и забудь про все. Хочешь денег, корми людей, сделай так, чтобы у них был комфорт, чтобы им хорошо было. Бог тебе навалит денег. Если хочешь власти, значит, бери ответственность за людей, отвечай за их жизнь и уважай правительство и культуру, в которой ты живешь. Вот уважай все, что имеешь и забудь и ответственность будет власть. Если хочешь славы, делай то, что людям очень надо. Помогай им, может, знания давать им, или пой для них красивый, еще что-то. Делай то, что им сильно хочется, и ты получишь славу. Все виды благ в этом мире только через преодоление себя. Когда человек перешагивает через себя, становится бескорыстным, живет для людей. Первая стадия которой нет успеха. Бог тебе просто пока сделай, делай, ты делаешь, как будто бы ничего не происходит. Все копится внутри, а потом раз резко и все меняется в жизни. Как айсберг тает, тает, потом резко раз переворачивается. Так и в жизни человека. Он делает добрые дела, живет правильно, в жизни все меняется. сначала у человека меняются взгляды, это первое, что происходит. Потом у него меняются привычки, потом у него меняются друзья, потом у него меняется работа, а потом только личная жизнь. То есть есть разные глубины кармы и перемены происходят в последствии. какие вопросы у вас по поводу этих двух лекций? Да? Ваш вопрос? Да? Ну, говорите, говорите. У меня вопрос про родителей. Мой папа ушел 6 лет назад и конфликты были с семьей более 10 лет. Несилие, избиение, в общем, все на моих глазах. Здравствуйте всем. И дальше продолжать. И в общем он ушел не очень хорошо, он служит, ну, я не знаю, я слушаю давно ваши лекции, мне кажется, это демоны, в общем-то. Не важно, просто молиться за папу и все. Да, вот я молюсь и я просто стала слушать ваши лекции и стала молиться, но я не знаю, как у нас с ним отношение, я не принимала женскую, мужскую природу и когда он ушел? 6 лет назад. Ну, сначала он был в теле привидения, потому что суицид означает тело привидения. Это продолжалось около года. Потом дальше, после этого его потащило вниз, то есть он пошел на низшую планету, потому что жил неправильно. Потом вы, ну и он там находился внизу, а где-то полтора года назад вы начали молиться, слушать лекции. И вот с этого момента, как только у вас возвышение сознания пошло, вы начали его оттуда тянуть, вытаскивать, и вы тянете его до сих пор. До сих пор поднимается потихоньку вверх, и если вы еще где-то 7-8 месяцев промолитесь, у вас сердце облегчение сильное наступит, то он родится на земле в семье верующих людей. Спасибо. Да, я хотела об этом узнать. Все, я вам все сказал. Спасибо большое. Как один мой знакомый еврей сказал, даже если тебя съели, все равно есть два выхода. Поэтому всегда есть выход, мой хороший. Даже если суицид, все равно есть выход. В этом мы бессмертные, вечные мультики детские смотрите, там никто не умирает. Это правда. Так и есть. Я желаю вам всем счастья, мира, любви, здоровья, всего самого светлого в вашей жизни.